Всем привет, это Бостон! Всех же бесят герои, которые могут вынести тебя за одну комбинацию скиллов, даже если ты опережаешь их по фарму. Или герои, которые в одиночку делают игру, разнося всю команду, включая тебя. Конечно, одной из причин такого исхода может быть существенно более высокий скилл вражеского игрока. Например, когда на низком ранге против тебя играет твинг с мифической славы. В этом случае, конечно, сложно что-либо сделать, кроме как учиться играть лучше. Но бывают и другие случаи, когда в игре встречаются именно герои, которые доставляют нам кучу неприятностей, в особенность, если они берут определенные сборки. Сейчас, например, популярны сборки на физическое или магическое проникновение. В этой серии видео мне хотелось бы рассказать про то, как контрить самых неудобных героев, таких как Фанни, Ханза, Аргус, Ван-Ван и так далее. На самом деле, сами по себе эти герои не такие уж и сильные, особенно если знать, как против них действовать. Но некоторые из них могут снести тебя за проказ, в то время как другие имеют потенциал вообще разнести всю твою команду. В этом видео мы выясним, как контрить часть этих героев и поговорим про то, как контрить героев одной комбинации. Для того, чтобы выпускать подобные видео, я часто наблюдаю за играми про игроков в игре и на турнирах и подмечаю различные их микромоменты. Вообще, тема обучения и образования всегда актуальна, особенно сейчас, по крайней мере для меня. И я говорю даже не про Mobile Legends, а про обучение в принципе. Например, научиться создавать мобильные игры самому. Ведь с каждым годом IT-профессии становятся все более востребованными. Где так мучат? Но для начала нужно окончить школу с математическим уклоном, поступить в технический институт и, проучившись там около пяти лет, набравшись опыта, начать разрабатывать игры. А можно записаться на курсы разработка игр на Unity Pro от Skill Factory. Это онлайн-школа, которая специализируется на технических профессиях. И здесь уже не важно, есть ли у тебя профессиональное образование или ты далек от математики. Главное – желание исследования учебной программы. Курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже работает в индустрии. Движок Unity сейчас один из самых популярных и простых в освоении. К тому же он кроссплатформенный. На нем делается большинство мобильных игр и инди-проектов. Superhot, Pathfinder Kingmaker, Beat Saber, Phoenix Point. На курсе под руководством опытных менторов ты научишься программировать на C-Sharp, изучишь основы 3D-моделирования и асинхронное программирование. Научишься работать с Unity на продвинутом уровне. Кстати, по окончанию курса у тебя уже будет портфолио и опыт в разработке. Ты сам сделаешь 7 игр в различных жанрах. Это 3D-платформер, Space Shooter, 3D Racing, Tower Defense, многопользовательские танки, 3D Sci-Fi First Person Shoot и самое главное – создашь собственную игру и сможешь вывести ее на рынок. Кроме этого, карьерный центр Skill Factory поможет после обучения составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти новую работу. К тому же средняя зарплата таких специалистов в России – 120 тысяч рублей. А с развитием твоих навыков чек будет только расти. Поэтому переходи по ссылке в описании к видео и регистрируйся на курс. Тем более, что с промокодом BOSTON у тебя будет скидка 45%. Ну а сейчас переходим к основной теме видео и начнем, наверное, с самого популярного на данный момент героя одной комбинации – Сабера. Его редко банят. При этом он чаще всего уничтожает магов и стрелков с полным здоровьем всего за несколько секунд с одной комбы. Как с этим бороться? Для начала ответ, как говорится, есть в вопросе. Как и практически любой ассасин, Сабер не любит, когда во вражеской теме много жирных бойцов и танков. Соответственно, прежде всего, не стоит брать много героев с низким запасом ХП. Но все-таки в команде, как минимум, нужен маг и стрелок, которые непременно станут основной целью Сабера. Ну и для этих героев есть выход. Прежде всего, хорошие игроки на Сабере берут предметы на физическое пробитие. Такие как топор войны, удар охотника, клинок семи морей. Потому что в сочетании с пассивкой Сабера предметы на физическое пробитие ощутимо увеличивают урон по небронированным целям. Поэтому нам не нужно жадничать золото и стоит купить физическую защиту. Лучше всего в этом случае будет работать предмет стальные ножные латы, которые дают 45 физической защиты всего за 500 золота и компенсируют физическое пробитие Сабера с трех предметов стоимостью более 6000. Позже стальные латы можно улучшить до господства льда. Но обычно уже после покупки ножных лат или брони неустрашимости Саберу становится очень сложно вынести нашего героя. Также, если ты играешь за мага против Сабера, то хорошая идея будет начать сборку с часов судьбы, так как они неплохо увеличат наше здоровье, а в сочетании с ножными латами Саберу будет еще сложнее справиться с нашим уже не таким тонким персонажем. А если играешь за стрелка или ассасина, то будет не лишним собрать вместо сапог спешки сапоги воина. Да, при этом мы потеряем в скорости атаки, зато не только Сабер, но и многие другие ассасины с физическим типом атаки начнут наносить ощутимо меньше урона нашему герою. На самом деле, сапоги воина, особенно сейчас, когда популярны предметы на физическое пробитие, становятся все более эффективным предметом, позволяющим получить значительный перевес в игре. Но если говорить про конкретных героев, то союзников могут спасти персонажи, предоставляющие щиты, например, Дигги, Лолиты или Фарамис. Кстати, также не нужно забывать про боевые заклинания. Для более тонких целей лучше подойдет щит, а героям со средним запасом здоровья, я сейчас говорю про бойцов, можно взять отмщение, которое также ощутимо снизит урон с прокаста героев типа Сабера или Эйдоры. Интересно, что все эти советы универсальные, и они будут работать не только против Сабера, а также против большинства других ассасинов физического типа. Например, против Линга, Хейбуса, Хелкарта, Алукарда, Зелонга и так далее. Но перечисленные герои все-таки немного отличаются по геймплею от Сабера, так как они не ограничиваются одной комбой и способны на более продолжительные файты. Поэтому вдобавок к этих персонажей можно контрить героями с хорошим контролем, например, при помощи Наны, Хилоса, Атласа, Франка, Чу, Кай и так далее. И чем больше в союзной команде будет героев с контролем или большим запасом здоровья, тем сложнее будет играть вражескому ассасину. Если подвести небольшой итог, то против вражеских ассасинов физического типа берем больше бойцов, героев с контролем, покупаем недорогие предметы на физическую защиту, сапоги на физическую защиту и берем защитные боевые заклинания. Теперь перейдем к героям с высоким единовременным магическим уроном. Они в чем-то очень похожи на Сабера, только наносят магический урон. Я сейчас говорю про таких героев, как Эйдора, Аврора, Виксана, Селена, Вейл, Кадитах, Кагура, Харли и, возможно, я еще кого-то забыл, но это не важно, потому что всех этих героев контрит одна и та же тактика игры. Во-первых, так же, как против Сабера, хорошо работают ботинки на физическую защиту, против магов одной комбинации собираем ботинки на магическую защиту, то есть прочные сапоги, так как большинство этих магов играют через магическое проникновение и почти все они контролят нашего героя. Прочные сапоги не только увеличат нашу магическую защиту, компенсируя снижение защиты сапог заклинателя и палочки гения, но также снижают время контроля, то есть из обездвиживания или оглушения наш герой выйдет на 30% быстрее. Хотя тут есть маленькая оговорка. Почему-то подбрасывание не считается эффектом контроля, и эти сапоги не снизят время героя в воздухе, так что не стоит особо рассчитывать на эти ботинки при игре против Вейла или Кадиты. Также будет разумным собрать предмет на магическую защиту, и это не обязательно должен быть щит Афины, иногда будет достаточно хотя бы плаща сопротивления магии. А дальше нужно смотреть по ситуации, насколько сильно раскачан вражеский маг. Открываем статистику и смотрим, сколько у кого золота. Если вражеский маг по голде находится в топе, то, возможно, стоит дособрать магическую защиту. А если он где-то посередине или ближе к концу, то вполне будет достаточно плаща сопротивления магии. Против магов с высоким единовременным уроном, конечно же, щит Афины будет предпочтительней. Кроме этого, как-то не странно, против магов одной комбы также хорошо играют бойцы-лесники танкового типа, вроде Тамуза или Бартса. Магам просто не будет хватать урона, чтобы пробить все наше ХП, особенно с минимальной магической защитой. Если говорить про героев поддержки, это те же Форамис и Дигги, а если говорить про контр-героев с нестандартной механикой, то это, конечно же, Аргус и Ханза. Аргус просто вовремя врубает ультимейт, и никакие комбинации Сабера или, например, Аврора ему уже не страшны. А Ханза вообще при использовании ульты убить очень сложно. Даже если выйдешь на его тело, он может мгновенно перенестись к своему демону, тем самым избежать смертельного урона. И если подводить итог, как контрить магов с высоким единовременным уроном, то, во-первых, мы покупаем ботинки на магическую защиту или хотя бы плащ сопротивления магии, который в теории может превратиться в робу тишины или щит Афины. Собирая такие защитные предметы, нам зачастую кажется, что мы потеряем по урону и будем менее эффективны. Но на самом деле с большей вероятностью мы просто не дадим киллов вражескому магу и сможем получить больше золота на линии. Во-вторых, можно взять толстых бойцов, которые будут и урона достаточно наносить, и одновременно с этим их не получится убить за одну комбинацию. Ну и в конце концов подойдут герои с нестандартной механикой. И в следующем видео мы как раз рассмотрим, как контрить этих героев. Как раз таких, как Аргус, Ханза, Фанни, Ин, Чонг и так далее. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!